Меня зовут Лифанова Светлана, я мама Петра Лифанова, 10 лет, 5 августа будет 11, мы из Красногорска, Москва, играем РТТ до 13, первый год. Мы приехали в Player Tennis Zone на месяц для того, чтобы организовать индивидуальные тренировочные сборы для Петра. Хотелось бы выделить два момента работы данной академии, которые условно отличают ее от работы подобных организаций в России. Во-первых, в этой академии спортсмены тренируют все тренеры, то есть у спортсмена нет какого-то индивидуального тренера, который его ведет. То есть все тренеры во главе со старшим тренером задействованы в процессе тренировки. И с одной стороны это кажется каким-то странным методом, с другой стороны, как показал опыт этого месяца, это оправдано и это наоборот положительно с точки зрения развития спортсмена. Потому что все тренеры очень квалифицированные и они как бы видят каждое свое, по разному, разным языком объясняют спортсмену какие-то моменты и как бы спортсмен улучшается. Второй момент, который интересен, это то, что в эту академию приезжают спортсмены с разных стран, как Европы, так и мира. И здесь всегда есть спарринг фактически для любого возраста. То есть, конечно, наверное, если вы сюда поедете, вам нужно будет поинтересоваться, кто сейчас есть из того возраста, с которым вам предложат как бы спарринг. Потому что в основном тренировочный процесс организуется сплитами. Но по большому счету, наверное, можно не переживать, потому что дети приезжают, уезжают и возникает такой некий кругооборот спортсменов, который позволяет, наверное, в любой момент времени организовать полноценный тренировочный процесс в сплитах. Ну, кроме того, надо сказать, что на базе плеер-тенезон существует собственная школа, там, где тренируются сербские дети. То есть, по большому счету, даже если не будет иностранцев, то всегда будут сербские дети, которые обеспечат этот спарринг. Ну, наверное, это две таких вот особенности, которые есть в этой Академии. Вот. А со своей стороны, я хотела бы поблагодарить всех тренеров Академии за хорошую работу, за организацию именно спортивного процесса, а не времяпрепровождения. Значит, хочу сказать большое спасибо Драгону, Драгону, который является объединяющей силой всех тренеров, да, и учит играть не только в теннис, но и быть разносторонним человеком по жизни. Дэвиду, который является директором Академии и видит, наверное, все как бы сверху, как с горы, наблюдает за всем процессом каждого. Спасибо. Ивану за прекрасные спарринги, прекрасные тренировки. Виктору огромное спасибо. Он говорит по-русски. И, конечно, мой неговорящий по-английски Петр понимал его лучше всех. И с точки зрения техники, и с точки зрения тактики. Огромное спасибо, Виктор, вам за эти тренировки с Петром. Они очень пошли ему на пользу. Марко, надеюсь, в следующий раз мы узнаем вас получше. Мы вас фактически не узнали. Хотя это больше, так сказать, наш момент, так сказать, немножко дистанции с точки зрения языковой. Вот. Я желаю Академии процветания. Я надеюсь, что для нас, и думаю, что для нас она может стать неким, таким, одним из базовых мест тренировок в Европе. Спасибо. Спасибо.